подключился малыхин кто-нибудь подтвердите мое присутствие слышно то владимир георгиевич очень слышно хорошо добрый вечер всем участникам нашей конференции всех с праздником сегодня николай так и сразу же пока не забыл начну с объявления небольшого на сегодняшний день из всех форматов общения самый популярный это зум онлайн зум конференция я тоже пробую создать такой формат общения сегодня пробовали обкатать вроде как получается дам официальное объявление видео объявления на канале то есть это будет на канале творческого пчеловодства будет ролик с объявлением и ссылкой на регистрацию возможно во вторник мы попробуем такой пробный вариант потому что я просмотрел 6 зелла и не сделала зум и конференции ну вы знаете такая неразбериха уже по несколько раз люди подключаются и участвуют тяжеловато то микрофоны не выключают то камеру не включает ну в общем с момента регистрации проходит полчаса даже больше пока вот это все утасуется поэтому сделаем пробный вариант такой регистрации а сама конференция чисто такая моя моя вроде мини лекции буду планировать на четверг и скорее всего увижу ее в день именно по четвергам как она впишется в пару зелла будем смотреть по интересу по теме по активности и по пользе конечно в итоге от полученной информации и предоставленной так что следите за видео роликом это будет видео объявление то фейсбуке есть значит фейсбуке продублирую и дам ссылку под этим видео объявлением так но не будем терять время если у кого за это время за неделю накопились вопросы принципе по зимовке все понятно больше всего я слышу акцентирует уже внимание на весну на развитие на формирование семей зум я как раз и буду специализировать по весеннему старту именно двухматочному ну выдержки будут из новой книги потому что когда эта книга появится а нужно будет пчеловодом знать как настраиваться на формирование семей и создать максимальные условия для накопления силы и на первый взяток и на последний или на два сразу ну это все это так в общем и так слушаем кого есть что обсудить или какие вопросы так ну что молчим взяла надоело же да все уже в зум конференции не слышу вопросов владимир егорович добрый вечер вячеслав самцов запорожье скажите пожалуйста я опять по вот этой беременной женщине первые сроки беременности до этого не вынашивали много раз скажем так не вынашивали резус фактор не совпадает плюс врачи еще аргументируют тем что женщина 40 лет украинка мужчина швеция ну якобы там страны разные разные там ну аргументируют два основных аргумента не совпадает резус фактор и я таки не понял как это что мужчина швеция она вот украинка ну вот так вот по маточному молочку я уже вам сегодня звонил я по дозировке спичечная головка два раза в день до еды полчаса до этого полчаса ничего не есть полчаса ничего не пить до этого и после этого я правильно понял спасибо да правильно вы поняли но единственное по дозе вообще-то довольно индивидуальный подход средняя берется профилактически 250 миллиграмм сколько я знаю 25 лет уже в этой теме маточного молочка 250 миллиграмм суточная доза это визуально где-то так по объему маточник так он и было еще и с юриша помню и с рута энциклопедии именно такая такой объем спичечная головка это детская доза но всегда начинать именно с нее именно с этой с этого объема почему потому что разная физиология и самый лучший баромет это самочувствие поэтому начинать с капли принцип королея начинать с капли любое что-то новое если хорошо идет в организме нет извинений и никаких таких вот ну человек должен чувствовать как он принимает после приема какие у него ощущения значит можно дозу можно увеличить вообще-то это овощная горошинка это где-то примерно вот к маточнику небольшому 250 миллиграмм так визуально и два раза в день беременным почему рекомендуют знаю из практики тоже медицина причем рекомендует маточное молочко в трех случаях когда трудно трудно образовать эмбрион то есть забеременеть в начальной стадии там комплексе пьется с гумагенатом поочередно затем когда уже присутствует беременность плацента очень часто не выдерживает срывается беременность прекращает прерывается то есть для укрепления плаценты и в третьем случае когда уже слава богу ребенок родился для лактации то есть маточное молочко способствует вырабатыванию железами самого грудного молока ну и то что касается по разности резуса вот вы говорите ну я не знаю насколько ну скорее всего может конечно быть я не медик значит попробовать таким способом удержать этот плод эту укрепить плаценту вот таким вот способом если нет если нет противопоказаний нет побочных таких вот и настроений и физиологии проявлений каких-то значит можно пробовать вот эту дозу овощная горошинка раз раз-два и проследить за за своим самочувствием спичечная головка если вы говорите вам помогает такое количество ну и ради бога и хватит хватит этой спичечной головки больше всего дает эффект не не доза не количество а регулярность потому что мы такие по натуре своей может сразу то что положено за неделю за месяц мы растянем на пару дней чтобы сразу и забыть вылечиться воде одним махом поэтому регулярность серьезное отношение к этому ну чем-то где-то вокруг этого ну думаю ответил на ваш вопрос больше больше я наверно ничего же вам не скажу по рекомендации и и именно по дозировке спасибо владимир егорович чем-то еще дополнять надо пыльца перга еще что-нибудь спасибо владимир егорович скажите пожалуйста чем-то еще дополнять нужно пыльца перга медом или просто маточное молочко спасибо спасибо ребята модераторы помогаете скажите пожалуйста вообще есть кто нибудь из участников на нашем сделок или может вообще никого нет почему такая пауза владимир георгиевич повторяю вопрос скажите пожалуйста маточное молочко для беременной женщины этой чем-то дополнять надо пыльца перга мед еще что-нибудь спасибо Вячеслав а ты меня слышишь мне кажется что что-то случилось из дела ребят все прекрасно два раза прошел сережа добрый вечер да я тоже всех слышу его владимир георгиевич и всех ребят такое впечатление что владимир георгиевич не всех слышит владимир георгиевич а у это я не слышу или действительно вопросов никаких нет или у меня что-то со связью это что-то у вас владимир георгиевич владимир георгиевич а вы меня как слышите я вас слышу и остальные вас слышат добрый вечер это игорь германия мне кажется он выключил микрофон микрофон мы же его-то слышим это надо им перезагрузить систему нет я ошибся не микрофона громкоговоритель его можно выключить если есть возможность пусть кто-то позвонит владимиру георгиевичу по телефону и скажет как правильно сделать спасибо а модератор слышат нас или нет забейтесь кто-то модератор сейчас будем дозваниваться владимиру георгиевичу потому что он иногда на самолет ставит когда назло выходит часа попробуем набрать зала сама по себе не совсем стабильное приложение у меня бывало такое что очень часто обрывала докладчиков да я тоже с этим сталкивался до последнее время какие-то вечно сбой но я такого не замечал у меня постоянно зала нормально работает всех слышно всегда всех все всегда все договаривают ну видимо это зависит от типа телефона скорее всего с компьютера будет стабильнее на это в качество связи в принципе зависит у всех качество связи разные поэтому у кого-то могут быть провалы или потери сообщений у меня качество связи всегда хорошее но вы даже владимир и горы чем время время обрывается скажите а связи с каналом нету да да серёжа что-то и модераторы не отвечают видно решает проблемы потому что мы между собой смотрю общаемость так вот я нам рядом на вай-фай и у меня не входит в сеть а перешел на 4g вошел в сеть не знаю сейчас попробую опять на вай-фай прервался владимир горыч и все и больше не не слышно ничего серёжа у меня точно такая же проблема мне бывает на вай-фай не работает причем связь стопроцентно идет прием а переключаясь на 4g все восстанавливается работать более стабильнее скажем на мобильной связи чем а вай-фай но это скорее всего что-то с приложением это проблемы потому что интернет у меня стационарный очень хороший зала не работает хорошо добрый вечер еще раз кого не видел а я хотел как задать вопрос по поводу трутня тут вот такое дело услышал получается мы боремся с клещом вырезаем прутня оказывается он очень помогает выращивание пчелы ну как сказать после яйца и тут уже такой вопрос как же теперь немного оставлять или половину оставлять серёжа николаев я пытался через модераторскую сообщить его рычу что он не слышит нас но тоже ответа никакого не было значит они у меня только проблема что-то везде такую попробуйте напишите ему сообщение может он если внесет может может прочитать сообщение вот сообразит тогда чем вопрос да причем сообщение написать на теле по такой смс к не не взяла написать если кто имеет надо мы ему уже должны сейчас позвонить сообщить наталья князева должна сообщить а там если он самолет включил то он получается в невидимости и нам это почему-то слышали его значит там не так все друзья пока владимир гольщич там разбирается связи мне вопрос есть такой буквально сегодня с такую информацию нашел в интернете по поводу клеща по поводу обработок хотел бы обсудить услышать мнение может подскажет как как это так это не так говорится что клещ после выхода с ячейки запечатанный самка плодная заходит следующую ячейку буквально в течение двадцати четырех часов и то что при обработках клещ который находится на пчелах во первых там его его находится всего два процента по 8 такой запечатан расплоде даже от процентов могут просто тут спрятаться от обработки это имеется ввиду они заходит незапечатанные ячейки с расплодом и там прячутся под личинками кто-нибудь слышал что нибудь по этому вопросу какие-то научные работы насколько это достоверно или это все это за уши притянуто спасибо о это самое сейчас попробовал опять на вайфай перейти не работает ничего роутер работает все нормально связи нету по вайфай она 4g переключился проходит олег по поводу клеща почему раньше говорили на третий день он попадает в клетку потому что думали что он выходит с пчелой а пчела на третий день начинает кормить маточным молочком другой расплод и в этот момент она покидает эту пчелу и попадает в ячейку но оказывается что она клещ может с одной пчелы на другую перескакивать и поэтому течение 24 часов а даже может быть и меньше так на малыхе на месяц слава богу надо было перезаражать телефон со связью никак не получалось слушаю что-то я пропустил есть кто или нету вопросы есть я так понял вся причина во мне было слушаю во имя игорь пока в отсутствии мы тут уже начали вопрос обсуждать на сути вот такая часы игорь отвечает в германии через какое время клещ после выхода с ячейки он заходит и q вопрос обсуждаем и я такую информацию нашел в интернете оказывается что при обработке клеща птел от клеща якобы тот клещ который 20 процентов находится на пчелах имеет такую возможность спрятаться просто в ячейку с с личинкой и там отсидеться от обработок участвую я хотел бы услышать ваше мнение ребят с канала кто поэтому просто что может сказать насколько достоверная информация ли это все это на дому там уже начали отвечать давайте послушаем очень интересно да мнение конечно предостаточно я тоже слышал о том раньше было еще на заре своего пчеловодства болезни вредители там о клеще гробов писал конкретно то что самка по выходу с ячейки уже ну когда рождается и мага она 46 дней находится на взрослой пчеле для созревания для полового созревания а затем проникает в ячейку перед запечатыванием для своего же для размножения дальнейшего откладывать яйца поэтому была техника обработок семидевным интервалом три раза щавелевой кислотой чтобы захватить этот весь инкубационный период 21 день выхода пчелы затем ну возможно поэтому и мы до сих пор с клещом ничего не можем не найти не можем найти на него праву потому что это была либо ошибка либо мы какую-то популяцию уничтожили есть такая версия я слышал тоже ветер дует из европы сказали что раньше и же 6 деструктор вороя капсоне деструктор их там десяток если не больше этих линий поэтому возможно какая-то из них ну лайка есть какая-то из них находилась на взрослой особи до полового созревания затем проникала ячейку то ли на размножение уже то ли пряталась как вы говорите но я не согласен почему-то ну не нет логики понимаете нет логики и моя логика сопротивляется почему потому что любое живое существо на планете живет по законам природы инстинктов инстинктов выживания размножения и инстинкт самосохранения поэтому и сам коваро когда вот последняя формация и больше всего достоверная когда она выходит из ячейки взрослого и мага она сразу же ищет следующую ячейку для проникновения перед запечатыванием и логика есть и объяснение этому идет туда гонит инстинкт самосохранения это во первых во вторых у нее очень ограниченный период цикл и самого размножения и когда самец оплодотворяет самку он ей дает бы я об этом говорю так что те кто знает слушал пожалуйста наберитесь терпения самец оплодотворяяя самку ворова дает ей не созревший сперматозоид а проспермий он еще в самке ворова проходит дозревание дозревание и созреет он только в том случае если самка употребит гемолимфу личинки в возрасте перед запечатыванием акимов авдеева пожалуйста найдите эту книгу и там черным по белому эта фраза я ее помню уже лет наверное знаю сколько пока не произне она не будет питаться и пока не употребит в пищу гемолимфу личинки в возрасте перед запечатыванием запомните эту фразу перед запечатыванием созревание сперматозоида не произойдет значит она будет и яловая в холостую поэтому нет никакого смысла ей кататься на пчеле и ждать там это половое созревание оно происходит именно вот там уже все там заложено давно уже все заложено и она готова к размножению употребив эту гемолимфу поэтому последняя информация самка сразу выходит и сразу вы когда выходит даже раньше бывает на день прогрызает в крышечку у пчелы и проникает следующую ячейку перед запечатыванием но то что она может прятаться в открытой ну не знаю может может да может прятаться хотя не думаю нас что это такой один из действенных и эффективных способов сохранности и спасения но даже если такое есть то опять так и видите здесь присутствует инстинкт самосохранения на все равно будет где-то прятаться не будет она кататься на пчеле и по всему по всем рамкам подвергать себя уничтожению она конечно же будет прятаться если нет таргиты если не в ячейке значит таргиты и самой пчелы взрослые а те которые катаются на пчелах это уже пенсионерки те что в репродукции своей не участвует ну думаю здесь больше логики почему мы до сих пор и не можем с ним вот так вот найти на него праву я две зум конференции международные прослушал вчера кстати одну из них и на той неделе довольно таки солидные конференции выступающие и мерки по борьбе с ворово еще те 50-летней давности середины прошлого столетия и осеннее наращивание стимуляция но я написал там два две фразы что в осеннем наращивание мы больше наращиваем клеща они они зимнюю пчелу потому что все лето он накапливался затем ринулся а он накапливался и труднёвом больше и пчелином расплоде а затем труднёвого расплода по биологии уже пчела перестала воспитывать труднёвую личинку потому что роевая пора прошла нет никакой необходимости все весь клещ который накопился пошел в эту оставшуюся пчелу этот расплод из которого будет зимующая пчела у нас формироваться если мы где-то гал поймали по обработке весной в течение сезона не смогли дать ему пресечения по накоплению хотя бы строительная рамка значит всем на осень мы будем ждать неприятность виде слетов семей это во первых во вторых есть еще одна беда в одном случае клещ наносит урон серьезный а в другом пчеловод бывает такое что мало того мало того что клещ высасывает белок гемолимфы сокращает ну сейчас последняя тема он не питается гемолимфой непосредственно жировой тело ну неважно ладно пускай это будет так не так главное то что он истощает физиологию пчелы то есть жировое тело у зимующей пчелы на белок если белок сокращается значите биоресурс тоже автоматически будет у пчелы сокращаться в зимующей и если это так значит смотрите что делает чего вот обрабатывает осенью интенсивно вспомнили что мы не обрабатывали не должны в зиму пустить пчел здоровых начинаем гатить совсем со всех видов оружия и пушки и зенитки и и водные растворы и аметразы и все что хочешь а клещ не сыпется клещ не сыпется и мы начинаем менять препараты начинаем менять препараты панические что попали на какой-то фальсификат и он не действует начинаем пробовать делать эксперименты мало того гоняемся до последнего пока там последний клещ не упадет ну а для пчелы зимующие это это как как она чувствует как ее физиология должна чувствовать потому что мы же мы все прекрасно знаем любой окорицид автоматически является инсектицидом почему долго не могли найти управу на воровах потому что автоматически еще повторюсь то что в вредно для клеща вредно также и для пчелы вот мы начинаем после последней качки гонять этого клеща десяток обработок еще остается от продолжительности жизни от биоресурса пчелы но соответственно то и останется так что самый эффективный способ сейчас по борьбе с клещом постараться ему не дать накопиться за активный период сезона начиная с весны и до самого последнего дня когда уже прекратился расплод с изолятором это конечно проще конечно проще он не успевает просто за три с половиной четыре месяца в моей практике при обработке весной без расплода строительные рамки и плюс сразу же обработка в в конце лета когда расплода нет все это делается в без расплодном состоянии как бы мы не хотели но к этому нужно стремиться такой тактики создать без расплодный период от водки там будет это или изолятор в общем ладно это сильно много но в принципе я так обрисовал эту картину чтобы максимально было она выглядела логически это что мы создаем эти иллюзии как страус вроде как это так должно быть оно не получается мы все равно потому что мы мы наука мы защищали свое время диссертации и как теперь сказать наоборот так что ладно слушаем дальше или же давайте у кого есть дополнение по этой теме тема это наш бич сегодня слетали пасеки его слушал зум-конференции там просто середине июля слетали не семьи а целые пасеки послетали середине июля от закрещенности шутки сторону по отношению к воровам слушаем дальше владимир его ручь меня вопрос по апитерапии вот родители 8 18 летнего ребенка задали вопрос какие продукты пчеловодства могу предложить при при болезни астма довольно хорошие такие по моей практике из моей жизни есть примеры по астме женщина я как-то говорил три месяца просидела на восковой моле работает восковая моль в основном бронхолюгочной зоне этой а у нее хроническая астма была где-то лет но хороших два десятка лет и в нее операция сказал анастезиолог она умрет или от опера или при операции или дальнейшем вот этой болезни выбор был небольшой поэтому рискнули 5 часов общего наркоза все были в ужасе это нереально поэтому по астме она прожила еще пять лет на онкологии было после этого двое деток маленьких пятилетнего возраста как так совпадение тоже были уже астматические компоненты и восковая именно восковая моль это то что я могу с уверенностью сказать из своей именно практики по астме ну как укрепляющее конечно не помешает маточное молочко и вообще любой пчелопродукт любые пчелопродукты должны присутствовать в рационе нашим ну и ингаляции конечно же прополисная ингаляции никак не помешает при таких вот бронхолиоочных проблемах если им предложу скажем так начинать по схеме лесенка и курс с контакс полтора месяца это будет нормально да именно лесенка и присутствовать должна в этих случаях оздоровительных именно там где уже есть проблема если профилактические можно один раз с перерывами а вот когда какая-то проблема то есть преследует этот эта рецептура уже лечебную цель значит там лесенка обязательно там 5 недель обычно 5 недель так мои рекомендации раз в неделю не первая неделя раз день вторая неделя два раза в день третья неделя 3 за день затем назад возвращайтесь два раза в день раз день и перерыв 5 недель владимир горыч здравствуйте прополисная ингаляция это как но обычно и если по простому как раньше и дышали над и разными там овощными парами по детству еще помню по-своему точно также добавляется и мед горячую в теплую воду и прополис водный желательно потому что там деценовая кислота сохраняется в горячую воду и надо или специальные ингаляторы использовать но есть тема есть этим занимается специально знаю что именно ингаляция вот что касается по бронхолюочным проблемам это восковая боль и ингаляции прополисные может там еще какие-то быть ну и на ульях тоже дышат а сейчас воздух из улья очень распространенная методика для легочных проблем тоже не помешает если конечно уже серьезная проблема и там нужно комплекс солидный значит нужно искать специалистов меня по ингаляции так по жизни не приходилось особо с ними дело поэтому знаю то что было вовнутрь а так вот по по слухам по ингаляции сергей на рынке я хотел бы немножко по ингаляции 3 копейки быстро ставить у нас используют прополисные холстики просто их на батареи в комнате ложат и аромат прополиса заполняется коммунату не знаю насколько это ингаляция но говорят что благотворно влияет вот сейчас смотрите коврики даже берут коврики кто смотрел зум-конференция по апитерапии украина представляла во вторник помочь 17 числа и там рассказывала рассказывал и дмитрий марьянов синишин и чухра татьяна михайловна показывали коврики на прополисные вот те которые мы ложим на рамки они хорошо прополисуют сверху режут квадратиками сейчас в маски вставляют дышат как ингаляция против короны хорошая такая штука и капают эти прополисные настройки в маски тоже минут на 15 держат когда в коллектив там в общество ну и даже бывает и на над койкой перед сном там где-то в стороне это прополисное или в кабинет в общем ну приспосабливаются люди создавать эту атмосферу бактерицидную вокруг себя такую ауру создают этими матрасиками или кусочками режут в маску вставляют так что варианта очень много выходите на этих специалистов я давал реквизиты там где люди конкретно занимаются в этой области понятно спасибо добрый вечер владимир юрьевич я бы хотел бы узнать насчет трудня стоит ли его вырезать как вот я делаю строительную рамку для и магината какую-то роль воспитание пчелы играет или нет спасибо присутствие трудня в семье это и строительство трудневых сотов это биологическая потребность пчелиной семьи она все равно будет строить соты так секундочку я прошу прощения не держится напомните вопрос ладимир потруднику вопрос потруднику вырезать все труднее не вырезать да извините смотрите биологическая потребность понятно я сказал что присутствие трудня кстати 10 процентов трудня семья в нормальном состоянии если не вмешиваться извне то есть человеку в природе 10 процентов на 50 тысяч семей 5000 трудня там есть статистика это в книжках он написано на поэтому есть чего воды которые трудня вообще не вырезают а сохраняют соты все равно они будут ну они оправдывают это тем что все равно они будут их строить тратить энергию а это восковые зеркальца это железы а туда нужен белок то есть ну в общем есть тоже логика но если вы для того чтобы приятно с полезным и удовлетворить биологическую потребность присутствие трутня отстраивание сотов значит сотовое строение если вы планируете и практикуете сбор гомагината вы давайте в роевую пору а это именно тот период когда вы полноценно без ущерба для семьи сможете убить два зайца или зоотехнический метод борьбы с клещом то есть ловушка и потребность пчелиной семьи в отстраивании сотов и воспитании трутня но это должно быть не раз в месяц или на весь труда на весь роевую на всю пору роевую поставит рамку одну гнездовую большую и там идет этот точечное центре уже печатный по кругу личинка там засел от центра уже выходит периферия только запечатывается поэтому для того чтобы снизить до минимума расход энергии пчелиной семьей на воспитание трутня а мы должны знать что и помнить что личинку первые личинку первые три дня будущие матки пчелу трутня кормят одни и те же кормилицы маточным молочком поэтому если мы будем ставить небольшие окна раньше это была рекомендация еще по гробову 7 сантиметров или рутовскую рамку берут ставят в додан они по низу отстраивают этот сот рутовый удобно по бруску и срезает лучше конечно если это будет его щена если преследовать цель его магина собирать то лучше если будет это ващина если же конечно цель преследуется только как ловушка для клеща значит можно давать для стихийной застройки там запечатают они сегодня запечатать через неделю будет печатные пчеловод успеется с реагирует сманеврировать чтобы печатный его удалить весь при гомогинате не так будет удобно поэтому когда мы делаем небольшие окошки и ставим через 10 дней в период когда идет роевая пора мы во первых будем удовлетворять эту потребность пчелам они все равно будут находить где-то и уродовать и соты пчелиные все равно будут они этого трутня где-то тянуть либо стихийной застройки либо за заставными вообще поэтому даем им этот фронт работы это во-первых во вторых почему через 10 дней потому что каждые 10 дней будет меняться каждые недели 70 дней будет меняться группа пчел кормилец чтобы не нагрузить на одну группу кормилец выделять маточное молочко и по воспитанию пчелы и лечи и трутня значит будет вот такие небольшие окошки это во первых и в третьих мы еще иммиграцию клеща максимально перекроем именно вот этим вот трехкратным небольшими очейками но для этого конечно же нужно подготовить специально соты с последней качестве с подсолнуха в нашей зоне я буду в зуме показывать у меня сейчас будет возможность камеры я буду показывать какие-то соты что они заготовлены уже с осени готовая ячейка сразу ставите в центр гнезда и получаете все что нужно приятное с полезным и гумагенат и ловушка для клеща именно в первые вот эти вот периоды весенние когда идет интенсивное выращивание паразита ну и весной конечно же вы если вы будете оставить просто стихийно голую рамку и внизу рассчитывать получить язык полноценный это будет тяжело они будут наскоками набегами на этот язык а если там постоянно подкормку давать или должен взяток присутствовать обязательно порядке потому что строительства никакого не будет этого сота и и вот в общем и в общем где-то так не получится сота я в этом году тоже прозевал проморгал прошлом году оттянуть ну ситуация была в этом году из ващины но не со стихийных отстроек а ставил ващину тяжеловато было нужно было поморочиться но вышел из ситуации нужно жидкая подкормка взяток какой был этом году все прекрасно знают нулевой от самого от самых садовые до августа месяца до середины июля так что заготовить без проблем на последней качке поставили пустую рамку не отстроит вам обязательно трутень это будет 99 процентах случаев зальют медом можете с медом оставлять до весны можете откачать и сушь до весны вы готовую рамку ставите получите сразу подконтрольно личинку по возрасту будет вам гомогенат и ловушка для паразита владимир егорович и сумы николай я когда-то наткнулся на такой конференции то ли москва то ли белоруссия и там они рассказывали по поводу клеща что он начинает размножение не в середине гнезда где температура до 30 там 7 или 8 а именно по периметру и вот они советовали что нужно если ловушка клеща то лучше ставить ее где-то со стороны гнезда тогда вот температура 35 не так нагревается или по низу и он больше туда заходит вот вы слышали что нибудь да слышал и логика есть и и правдоподобно потому что еще при союзе знаю рекомендация была ставить вторыми по краям по рамке вторыми от края может быть да ну надо что-то оставить и в семье то сильно хорошо тоже не хорошо если задаться целью постоянного присутствия третневых ячеек и строительную рамку использовать в двух номинациях значит вы ее куда не поставьте она сработает эффективно а то что логика есть с краю температура его туда больше гонит температура почему туда и я не думаю что температура у трудня вообще-то строят по периферии что внизу что по краям на крайних рамках и первый куда идет клещ размножаться особенно в ранее весенний период конечно же в трудневые личинки потому что они мясистые вкуснее и там самка может отложить полтора раза больше яиц несмотря то что три дня всего разница по увеличению возможно совпадение а трудень как раз по периферии по крайним от по краю гнезда так что ну логика есть в том главное главное начать и смотреть наблюдать и победители не судят как я когда-то мне пришлось и крайние рамки были просушка мед и там немного трута было и вот я сам убедился что на крайне даже не в гнезде а вот через рамку может быть самые крайние я случайно наткнулся на трутовый расплод скрывая его а там клещ и очень но это где-то под конец лета ну конце лета он наверняка там трудень был уже последний понятно что предпочтение отдали именно трудневому последним расплоду чем пчелиному но как бы там не было все наблюдение это наше спасение пчеловодстве потому что не получается сейчас мерить сегодняшнее пчеловодство пятидесятилетними прошлым постулатами давно уже поменялось и отношение к клещу не гемолимфа питается жировым телом и то что пчелы формирование жирового тела принципе формирования и так далее поэтому все в руках пчеловода проявлять здравый смысл и так далее владимир горыш здравствуйте такой вопрос будет очень длинный наверное связи с тем что вот погода стала меняться мая делать такие крутые виражи часто раздаешь маточники в отводке бывают что и замерзают там вот я вот так размышляю а возможно ли вывести матку и обгулять в семье вот например рутовская система старую матку опускаем вниз ну формируем вверху через ганималов скую решетку отводок такой чтобы он работал тоже и с нижней частью тому счастье закрыть улья от не уля вот перегородку до чтобы феромоны матки не поднимались вверх возможно вот так вывести матку вверху чтобы была полноценная семья чтобы тепло сохранилось и потом заодно может на старой матке сделать отводок а их объединить самый эффективный способ вот в этом варианте который вы сейчас озвучили если это будет двухсемейный вариант то есть через лухую перегородку наверх вы ставите делаете наверху отводок чтобы не разрывать не ослаблять и целостности семьи основной если у вас планируется какой-то медонос и нужно и с него что-то взять значит не разрывать семью не ослабевать значит вверху делается над семьей через лухую перегородку небольшой отводок и там обгулите матку и затем идет ротация рамками между нижней основной маткой и верхней молодой же плодной туда даете печатный снизу а сверху забирайте открытый и даете вниз через разделительную решетку может быть получится положительный результат если между во первых две разделительные решетки буферная зона в виде медового корпуса или суши и вверху будет заблаговременно стоять корпус где будет обгуляться молодая матка и там уже будет своя группа летных пчел ну и опять таки повторюсь при условии если будет взяток хороший будет отвлекаться летная пчела потому что она довольно таки но больше всего агрессивная чему-то не своему а так чтобы обгулять самый распространенный метод сверху ставите формируйте отводок обгулите там матку между ними делайте взаимозамену рамками подтягивайте и верхнюю молодую матку не даете зародиться нижней даете постоянно и туда открытый расплод а затем уже распорядитесь этой силой на последнем взятке с молодой маткой на старый сделайте отводок если раньше вам нужно раньше сделать отводок на старой матке чтобы старый еще этот отводок на конец сезона был полноценным значит это делается вот как я предлагаю только набрала семья хорошую силу сразу делать отводок на старой матке в период акации или после акации сразу же после акации если вы планируете взять ну надеяться на нее последнее время все меньше и меньше а в семье обгуруйте в безматочной две-три сколько корпусов столько и можете обгулять маток затем обгулялись матки а отводок рядом стоящий наберет силу между ними делаете теперь ротацию и отводок со старой маткой и с молодыми матками у вас концу сезона будут одинаковые по силе и удвоенная пасека а если даже даже можно и взяток взять с акации а если на него не молиться на эту акацию то это будет гарантированно двойное увеличение количества и по товару возьмете обгул маток тем более что обгул маток будет там никто не будет мешать и и оглядываться приняли не приняли потому что в семье в этом стояке со старой маткой там уже давно сформировалась своя своя политика свой феромон господствует поэтому через разделительную решетку трудно буферная зона дверазделительные своя группа пчел верху как я сказал но все равно это не всегда срабатывает может примирить только сильный взяток во-первых часть лета отойдет потихоньку и второе то что она будет отвлекаться на работу работать они в принципе как и двухматочная вот это двухсемейная если ставку делать на конец сезона и дальнейшее объединение но через разделительную не рискуйте очень опасно сейчас вы же видите какие ситуации по взятку безвзяточный период они дуреют и своих он другой раз берут в оборот так что все работает спасибо но я вот в этом году обгуливал вот в рутовских улях на двух корпусах между ними стал ганималовскую решетку и раздавал маточники ну в принципе и вот обгуливались матки и работали в паре через решетку а вот еще вопрос объединить потом как вот когда например верх через глухую перегородку верхнем корпусе матка уже начнет червить уже появятся личинки как лучше вот с нижнего корпуса я отберу матку старую сделаю отводок как их лучше объединить через газету или все-таки вечером краешек это пленки вот за это открытие пусть не потихоньку объединяются можете и так и так объединять самое главное чтобы это желательно было почему проще с пленкой потому что пленка вам гарантирует вечернее объединение в отсутствие активности пчел летных это хороший такой положительный момент здесь во первых темнота и отсутствие летной активности два фактора примеряющих а вот газету вам нужно будет ставить ну ночью не поставите это под вечер туда если она еще не одна семья может с газетами раньше я тоже раньше объединял газетой если небольшое количество так что не принципиально сам фактор объединения как будет удобно чем удобно так и менять и я почему спросил про газету вот я уж так тоже вроде бы 20 лет занимаюсь всегда объединяли через газету как-то проблем не было в этом году взяток слабый был ну тут уже май слабый был естественно и объединял вот через газету да попередрались все как дурные ну вот видите безвзяточный период вносит свои коррективы в примирение я не случайно вам сказал из-за обгулматок вот получилось у вас обгулматок через грудь вы говорите через разделительную решетку но сразу вам скажу это не это не аксиома получилось вот и очень часто мы на чем-то одном сразу делаем выводы и строим всю свою программу и технологию на на будущее а затем получается неприятность в этом надо параллельно с тем что получилось сразу анализировать и включать логику почему получилось и получится ли это на следующий период и вот этот год показал как раз попали в безвзяточный период всегда газета работала а тут на тебе безвзяточный период все им заниматься было нечем они просто там вели разборки они даже со своими друг раз подходе смотришь чела одна матка никаких вот и небольшая части там 5-10 пчел возле этого своя летит летная летит своя в улей и они принимают штыки почему не знаю может она где-то там запах какой-то взяла не не тот что им по ну то что им не понравился бывает такое когда сидят без дела и присматриваться к тому кто там заходит и выходит так что нужно параллельно с тем не делать выводы и не делать за не ставить за основу какой-то один положительный успех у нас синдром количественно часто не говорю есть еще другой синдром максимализма сразу что-то раз получилось обязательно нужно на следующий год на всей пасеке вот такой реванш реванш за прошлый год или за прошлые годы каждый год из года вот мы такие вот реванши стараемся создать взять за какие-то потери прошлогодние поэтому всегда сопровождайте логикой я обычно если мозгов не хватает доверяюсь логике если логика буксует значит доверяю чистой интуиции она всегда срабатывает десятку даже вопреки логике бывает так что прислушайтесь к своему я спасибо владимир горыч все верно не поспоришь у меня вопрос по поводу осеннего развития клеща я в этом году от вода который погиб от клеща мое мнение пересмотрел оставшийся расплод каждую ячейку вытащил оттуда ну и установил где-то порядка 12 процентов заклещённости но этого не может быть поэтому где был клещ куда он делся это у вас одна семейка такая была или вы просто ее в виде эксперимента вот так вот распотрошили еще раз пожалуйста подробнее вопрос это был отвода который я создал в мае месяце на основе расплода 2 расплодные рамочки и так далее он хорошо развился ну а летом я не сделал обработки как я обычно делаю ему в надежде что я ксальзоры обработаю это шевелевой кислотой обработаю осенью и в октябре месяце этот отводок у меня отошел как говорят слетел вот но остался расплод на двух рамочках где-то с ладонь немного расплода и вот этот расплод я и пересмотрел ну понятно ну конечно же жаль потери но вы создали ситуацию раз во первых вы формировали отводок наверняка на печатном расплоде как раз у то что было в семье как ловушка для клеща это расплод вы этого клеща перенесли с печатным расплодом в отводок который сформировали раньше делали без создавали отводки специально для борьбы с клещом я постоянно об этом говорю давно и об этом все знают известно особенно пчеловоды старшего поколения семья разбивалась на две на две семейки с плодной маткой на старом месте семья оставалась с открытым расплодом и обрабатывалась сразу же щавелевой кислотой от клеща потому что там была одна взрослая пчела то есть один открытый расплод и взрослая пчела если клещ какой оставался то он был на взрослый понятно эффект логичный а в этом отводке куда отнесли печатный весь расплод давали маточник с расчетом на то что пока матка обгуляется начнет сеять выйдет расплод и тоже так же точно обрабатывали сейчас этот отводок от клеща новые вот на полпути сделали все правильно только не доработали с обработкой обязательно вам нужно было не упустить этот момент обработать если конечно вы обгуливали его от водки молодую матку то идеальная ситуация была пока она гулялась бы вышел расплод и вы хотя бы один раз щавелевую кислоту и было бы совсем другая картина да да я понял свою ошибку да но меня еще и заинтересовало я так предполагал что в оставшемся расплоде должно быть в каждой ячеечке клещ а даже в одной ячейке по два клеща должно было быть но его не было куда он делся я вам сейчас вкратце такой же случай расскажу из своей практике конец восьмидесятых в общем середины восьмидесятых до начала девяностых я работал с термокамерой но тоже рискованно было конечно потому что термокамеры обрабатывают в безрасходном периоде уже там ноябрь месяц это было в нашей регионе но мы на протяжении сезона что-то делали мы как-то клеща обрабатывали как-то с ним боролись и были тимол фенатизеин фольбекс щавелевая кислота вырезали трутня всю короче говоря титры заклещенности мы старались свести к минимуму на протяжении всего активного сезона таком в этом случае семьи доживали до термокамеры и там уже ставили эту жирную точку последнюю по обработке клеща сейчас это если не делать ничего летом вот весной не делать и тем более летом до термокамеры уже семья не доживет вот ваш случай вот точно так же я привожу появился бипин боже термокамера все термокамеры цыплят выращиваю какой там каких-то пчел инкубатор привожу пасеку расклиняю ну вытаскиваю колышки как глянул открыл одну семью красные пчелы красные от клеща я просто ужаснулся думаю пока дойду до этого всех порасклиняю потому что работал еще сразу же обработать сутки всего сутки пока я дошел до очередь дошла до этой семьи открывая дни осы две рамки расплода клеща тоже там было немного вся пчела вот он там как пиявка прилип взрослым челом потому что там на каждой взрослой пчеле был просто кошмар какой-то они красные были от клеща поэтому и ваши в случае то же самое клеев расплод вышел последний он насел на взрослую пчелу и она панически слетела уже бросила свое гнездо даже расплод какой-то это тот же это пример тому что в природе пчелы из самого начала своего существования борьбы с болезнями профилактикой все это осуществляли за счет слетов потом она стала роением и до сегодняшнего дня но это был безрасплодный период как бы мы не хотели все вращается вокруг того что клещу по возможности не давать на капливаться и лет пять назад ролик где-то в ю тубе у меня может три года назад аномалия летних слетов уже феврале появились в окна серьезно начали пчелы активно размножаться клещ конечно же не заставил и у себя ждать тоже массово пошло размножаться слышу конец июля начала августа слетела оси отраил семья я что осталось семье ничего не осталось но тоже не отраил оси это слетела и вот сейчас была зум конференция на той неделе по моему российская любви по моему как бы неразонская область пропустили весеннюю обработку по какой-то причине и в июле месяце слетели семьи просто слетели активный период увеличился на месяц-два даже больше начало развития пчел размножения пчел понятно что паразит никуда не денется будет сразу же использовать каждый момент теплый день тёк каждую ячейку для того чтобы и себя заставить короче и самому там размножаться и до самого последнего расплода осени а то что уже в расплоде даже не оказалось много клеща он как раз весь с пчелой улетел ну и пчелы в этом состоянии улетает просто на погибель понятно никуда они уже не денутся никуда не при не прибьются но вот представьте как пчела семья жертвует уже этим всем лишь был внести эту гадость из семьи что там осталось или ничего не осталось ну на погибель беда беда воро это это серьезная беда о которой мы будем говорить и наверное везде на всех конференциях от 6 зум конференции было и везде эта тема была самой актуальной самой такой злободневной потому что почему-то клещ проблема с клещом идет не в сторону уменьшение его и улучшение ситуации а все хуже и хуже мало того что он сам сокращает биоресурс пчелам так он еще же не забываем и вирусы туда вагоном завозит прокалывая хитин или кутикулу так ну дальше слушай спасибо большое у меня еще к вам вопрос правда полярный вопрос у женщины дергается века глаза можно ли каким-то образом маточным молочком что-то смазывать я слышал что вы что-то подобное пробовали у вас проблемы были с глазом вы знаете я не могу сказать насчет того что вы сейчас озвучили мазать маточным молочком не приходилось у меня проблемы кроме как с возрастной потери зрения а так вообще-то но я не думаю что маточное молочко вот в этих как неврологических каких-то проявлениях может быть эффективным так что сожалею не силен владимир владимир егорович что-то для улучшения зрения девочка 14 лет порекомендуйте я не офтальмологии как-то сама собираюсь хрусталик менять конечно девочка в таком возрасте но я не знаю это слишком такие щепетильные специфические моменты и давать какую-то оценку ну есть есть специалисты вы меня пожалуйста избавьте от этих вот таких вот диагностик и рецептур в отношении таких серьезных заболеваний самое главное нужно сохранить сохранять то что то что у нас есть живое в организме физиологию беречь нужно здоровье с молодого вещь с изнову ну конечно девочка 14 годиков не знаю может наследственное мало ли а если наследственное тут тут ничего ничего тут тут просто нужно применяться к этому как-то какие-то коррекции может быть сейчас этих центров полно по общего продуктам ничего и не могу сказать это слишком серьезно время леворчали кемерово вы прегендовать какие-то средства от клеща пролонгированного действия которые действуют в течение длительного периода например там хотя бы хотя бы недели там 12 дней чтобы можно было попробовать перекрыть период когда клещ выходит с расплода чтобы эти вещества могли на него воздействовать марки-то рецепты есть там не знаю щавелька с глицерином которые продлевают там может быть аметра с маслом может здесь какой-то опыт или что-то слышали рекомендуйте в какую сторону обратить внимание ну видите логика сама за себя говорит что и обработка эффективность обработки клеща в присутствии печатного расплода конечно же это полоски чем они пропитаны будут то ли глицерин с чавелевой кислотой то ли самит разом то ли флаволинат флавометрин это воротом байварол но их это но большое множество и они как раз и предназначены для того чтобы клеща поражать именно в период в присутствии печатного расплода когда самка выходит из одной ячейки в другую там 15 процентный контакт все у нас и 15 процентов пчел если контакт с этой полоской значит инструкция утверждает что этого достаточно для того чтобы распространялась по всей по всему гнезду и клещ подвергался поражению ну есть препараты длительного действия есть быстрого быстрого это то о чем мы постоянно говорим это органические кислоты щавелево-мурагинная молочная это пушки это амитразы это термокамера это все мероприятия и препараты быстрого действия эффективные в отсутствии расплода печатного если есть печатный расплод значит все полоски с любыми отравляющими веществами какие из них и самые эффективные не знаю сейчас большее вектор логики и эффективности повернули сторону масел природных масел потому что требования к меду и к сдаче меда все более такие жесткие рамки не допускается все отравляющие вещества перечисленные запрещены уже метра суты в ряде стран поэтому стараются использовать такие вот эфирные природы вещества это эфирные масла разных вытяжки трав и действуют тут как раз вот полтора полторы две недели и капают на бруски рамок из смачивают тампоны ну в общем все вы должны знать что есть и две ситуации в семье присутствие печатного расплода и открытого и какой эффективный метод обработки препарат длительного действия есть ситуация когда печатного расплода не значит препараты быстрого действия перечислены все и вы будете ну плюс если еще строительная рамка будет присутствовать периодически я же вам сказал почему а мет раз дело в начале девяностых вот я с ним имел дело был принял эстафету эффективности первые годы потому что мы до а мет раза на протяжении всего активного сезона с перепугу когда пасеки полегли 70-е годы у нас его нашли только ворова определили и довольно быстро он распространился и пошли гибели целых пасек понятно что сразу же бросились все на на обработки и вы все лето обрабатывали 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 не давали ему накопиться понятно что а мет раз принял эстафету этой эффективности от у той нашей щепетильности которая присутствует раньше но появился мет раз в инструкции написано 1 для обработки в конце сезона безрасплодной ситуации и забудете за пища стопроцентная эффективность все термокамера в сторону никаких обработок потому что сказали раз ты а мет разом так бепин тогда было и вот пожалуйста перед этим я сказал проезжаю через на второй даже на третий год если не на второй никаких среди лета обработок чистый мед привожу пасеку семья одна семья красная от клеща все праздники кончились начали снова поворачиваться к тому а как же мы делали почему так получается поэтому все вернулись вернулись у истоки как мы начинали с ним бороться как проявляли бдительность так и сегодня а сегодня это еще больше актуально почему потому что климат меняется сторону того что увеличился активный период мы уже с марта месяца можем размножаться и подкармливать и ревизии делать и до самого ноября хотя это раньше было конца марта и сентябрем до середины сентября а сейчас нам пожалуйста ноябрь расплод в феврале в конце раньше стимулировать рекомендовали феврале и candy с пыльцой все все что угодно лишь бы быстрее простимулировать матку к активности но сейчас уже не знаю что с этой активностью делать мы забыли но когда эта рекомендация была а это середина пятидесятых а клещей не слышали то может она была и и в тему эта рекомендация актуальна но сейчас видите не знаем что с этой активностью делать весенние и осенние в том числе изолируем значит не даем размножаться биологи утверждают что самый лучший способ борьбы с пары с вредителем это применить ему биологического врага если такого врага нет значит второй не менее эффективный не дать ему размножаться вот у нас есть такой инструмент есть логика есть отводки в крайнем случае если не изоляция значит отводки формировать об этом сегодня тоже мы говорим там слушаем дальше я паузу сделал вывели и врач у меня вопрос по эфирным маслом не могли бы мне вы нам объяснить насколько эффективны они и какой механизм действия вот у меня упомянули в предыдущем высказывание что как один из способов борьбы с клещом спасибо ну я не знаю у нас в украине этим занимается институт прокопович а там есть ефимика татьяна михайловна она выступала вот в зуме рекомендовала в италии вот сейчас если кто слушает я первый раз видел три года назад в агаре был с лекцией ездил и представители италии показывали эти эфирные масла если есть сергей по моему с италии пускай подключится к теме ну и вот в украине я вам сказал это институт прокоповича а так больше эффекты понятны это то же самое что и полоска пропитанная лицерин с чайной кислотой или ну относится к препаратам длительного действия эффективны при наличии печатного распада только это масло поливается по рамкам по брускам или тампоны ну все я не буду повторяться так что это два источника сергей по моему если не ошибаюсь италия если у вас такое пожалуйста подтвердите или посоветуйте что не будут коллеги да спасибо значит за эфирные масла в магазине пчеловодческом я не видел в продаже таких масел и я поинтересуюсь спрошу есть или нет и пчеловоды я тоже не стал чтобы использовали в основном нас щавельной кислотой воюет против я есть я рассказывал два типа подачи лишь сублимальной и в сахарном сиропе вот в основном работаем вот так вот да спасибо значите ложная информация извиняюсь но в таком случае есть один источник вот выйдите на институт прокоповича украины я думаю сейчас это не проблема в интернете забили вам дадут реквизиты сошлют и и получите информацию ну в общем где-то так другое другого источника пока они пока не знаю спасибо мне кажется руслана одесса пробовала бороться эфирными маслами с клещом руслан если ты есть и есть что сказать подключайся а я пробовал получается особь но совсем совсем маленькая вот и учался клещ и полся такой как красный он какого-то такого сиреневого цвета был я удивлялся конечно но потом я работал бипину то конечно клеща было намного аж страшно то есть очень-очень маленький не как-то там человек сказал что у нас в украине все масла поддельные может это плохо а так я все как бы дозировку все рассчитал все делал как положено эффект очень-очень слабый я боролся как бы все делал и как сам и все под добавлял постоянно и гумагинат но безрасплодный период и обработал бипином один пас был ужасе пришлось обрабатывать все стены спасибо за вопрос я пробовал обрабатывать пчел полосками с эфирными маслами они у нас появляются продажи эко пол называется эффекта я не увидел после этого бипин очень большой особенного клеща да кстати я забыл по моему львовская у нас какая-то есть фирма по эко пол в россии был эко плюс а у нас эко пол и кто-то из европы покупал эти препараты и от местных я слышал что пробовали вроде как эффект неплохой не знаю сам не пробовал мне тяжело конечно давай какие-то рекомендации если его глаза не видел так вот понаслышком где-то конечно интересно послушать и человек сказал конкретно осыпь никакая так мало того тащи и клещ бедный побледнел от возмущения от эффект от не от неэффективности так что говорю то что знаю если есть у кого какие такие хорошие кстати вот и львовская область там были активные участники зела подключитесь кто имел дело с это полом но я в этом году пробовал это к пол на одних семьях других флуволидез принципе одинаково вот клещ сыпался но там не по многого было но что где стояли полоски флуволидез там было ну так условно скажем 10 клещей и где к полу тоже примерно так 10 но это условно плюс-минус но теперь у меня вопрос вы говорите от 10 клещей там имеется ввиду 10 и однодневно 5 дней 10 сколько ли пока стояли по 10 и какой эффект после обработки то есть обработкой после уже прекращение активного сезона когда расплода печатного семьях нет чем-то вы наверняка обрабатывали контрольный выстрел как как выглядели семьи по закрещенности я полоски стал в конце сезона уже не до сбора и значит клещ осыпался вот раз вот я вечером положил полоски раз разложил да а на следующий день к вечеру прошелся посмотрел приподнял эти днище глянул из одна и та же ситуация потому мы обрабатывали дым пушкой щавелевой кислотой клеща как-то особо не было и бипином потом я прошел но уже на только крышке не подымал в нищие но на прилетках ничего не было полоски с маслами не длительного действия ну так на них написано что длительно по моему с не ошибаюсь две недели и запах от них именно вот такой резки есть я пробовал обрабатывать полосками и делал сам на основе эфирных масел ну я скажу так эффект есть лучший эффект и если на дне есть сетка под сетку есть лист липкой бумаги вот это эффект есть но все зависит температуры температура хорошая он падает но тот что в середине в расплоде это все бесполезно и в этот год как бы я надеялся на эти полоски вот но пришел сентябрь и я как обработал бипином уже расхода почти не было вот это я ужаснулся 600 500 400 вот так работают полоски то есть я ими просто понадеялся и угробил николай мне к вам вопрос а вы не говорите что делали сами полоски а вы к что использовали что пропитывали какую древесину какая порода лишь чтобы использовали качестве полосок ну я меня был спон фанерный вот этом миллиметр или какой такой толстенький из ясеня и вот я делал раствор в общем я собирал все до кучи и масло потом масло подсолнечное потом немножко мяты на спирте ну вот так потихоньку всего и вот это замешивал настаивал целлофаном кульки были из этих полосок купленных вот блестящие вот я в них и пробовал ну в принципе работало может быть и магазинные лучше там все-таки что-то расчет правильнее чем я сам по себе но мы тоже действовали вот я потом попробовал вот это так самопременно только добавлял уже беппин но эффект был конечно намного лучше если с беппином добавка беппина николай еще вопрос очень важный для меня насколько осыпалась примерно среднем средняя осыпь у вас была максимально вот при растворе с беппином с маслами эфирными сутки например из включение какого периода эти полоски действовали насколько они были пролонгированы на действие спасибо значит с беппином я уже ставил полоски уже по осени вот и я с тем ну как бы расслуживал так заставит клеща бегать и двигаться вот эти эфирные масла они как бешеный где-то я так или слышал или читал вот они именно заставляют его двигаться вот а беппин уже делает свое дело как я вот так примерно сколько осыпалась ну неплохо если с беппином но около сотни по осени каждый день вот в течение четырех-пяти дней вот это вся потом спадала да спасибо огромное для меня очень важные цены информации спасибо коллеги я разрешите вас дополнить на лекциях иван михалыча доскача он говорил что полоски должны быть из гофрированного картона разница по времени в установке 6 суток вот пчелы должны порвать и вынести эти полоски то данных наступает более правильный эффект скажем так спасибо ну я в этом году делал полоски на основании маврика вот и резут но не очень и маврик и глицерин вот но я убедился шоу меня картон может такой немного грубовато я не нашел картона такого как на яичных и лотках вот ну и немножко грубее у нас следующий год попробую так я этот полоски вырежу а потом немножко вот этим как его называют отбойным молоточком типа для мяса мелким я его их немножко повреждать буду чтобы они уже нарушились тогда их легче будет разрезать николай извините меня опять вопрос а маври я так понимаю тоже амит разная основа метра с и насколько хорошо растворяется в глицерине нет маврик это тауфлавонат он применяется как метод окорицид для родителей сельскохозяйственных есть даже целыми бадьями или бочками его присылает но там ну фермером только нужно ну я возьми не высылали свежий потому что я не нашел такого уже был знаешь два-три года стоит это уже нету должен только свежий вот и действие неплохое но все равно если расплод есть ну это очень трудно я убедился шоу можно просто пролететь с этим нужно знаете 5-6 раз ставить добавлять полоски добавлять пункта это я считаю это неправильно нужно избавляться от расплода а потом обрабатывать уже а лучше есть если лучше если не допускать сильную заклещенность потому что если сильная заклещенность я считаю уже но ничем не спасешь это уже губительно там пол семьи только остается да и по растворимости пожалуйста подскажите насколько хорошо то флюоринат растворяется в лицерине ну я забыл просто да вы говорили глицерин не растворяется офигенно можно так сказать против воды это небо и земля ну я так читал по интернету что в лицерине растворяется все вот именно я так убедился попробовал взбиваешь дрелькой баночки пластмассовый это избивается очень легко распоряется проблем вообще спасибо ценную информацию спасибо николай а вот вы говорите полоски делайте с бипином а вот длительное присутствие метразы в семье не влияет ли пагубно на семью на на матку там может на яйценоскости ну я такого не замечал вот я ну как бы так мое мнение я не могу я считаю если на полоски и с лицерином это постепенно выводится препарат и как бы на матку он прямо линейно не попадает а вот если пролить не дай бог зальешь матку вот это уже конечно я считаю это уже опаснее всего у меня просто один случай был и я вот эта проливка и как-то перестал ей доверять или заниматься я по раньше уже давно может быть 10 лет или 15 назад я вот и когда-то пролил и у меня не могу сказать точно примерно половина пчел ночью вышли все на улицу и по двору три сантиметра было пчел вот такой мне попался бипин или я не знаю как это это я в шоке был представу утром выхожу а у меня во дворе все пчелы по бетону лежат лазят лужевые вылезли я вас правильно понял вы делали полоски на основе амитраза с глицерином тоже и вставляли улик я вас правильно понял тоже работают они нет я глицерин вот недавно пошла мода на глицерин с мавриком я делал вот а амитраз я делал на основе амитраз и с маслом или подсолнечным и добавлял до него эфирные масла вот это я раньше делал ну и сейчас я как-то от бипина отказался я я вижу что он более эффективный если сделать такую горящую дымовушку и обработать ею уже ну под кончение под конец сентября чтобы обработать и как контрольный и пчел и дымом хорошо говорят так хорошо обрабатывается если есть горловой вот этот трахейный клейс как по вашему мнению вот тау флаволинат если сравнивать или флюоринат с амитразом на самом деле у тау флюорината длительность воздействия больше чем у амитраза у бипина пинами трасс вы гораздо быстрее теряется и но свойства ну вот я сейчас бипином в данный момент так не обрабатывая это раньше было ну я не скажу вот по моему мнению если бипин и я добавлял масло подсолнечное чтобы он намного дольше выносился из полоски или полоску разрезали длительное время вот когда вот расплод если есть он не за два дня обработается опять не действует или всем вот я так делал а шо лучше или хуже ну это трудно это знаешь надо делать так вот пять семей поставил одни обработал бипином опять чтобы сравнивать а так уже по памяти но мы тут трудно сказать лучше не лучше ну примерно одинаково спасибо если пока вопросов ни у кого нет я хотел бы задать вопрос и сразу извиняюсь за фамилию могу перековеркать сергея германия киллер я отвечать на вопрос по поводу сама так коллеги я вам уже наверное не нужен все обговорили практически на сегодняшний день если ко мне вопроса уже нет я буду готовиться к новому формату к зуму завтра даю ролик объявления и координаты завтра может послезавтра какой-то день потренируемся как заходить какие там нюансы потому что вроде как и просто но не совсем а 40 минут выделяется одноразовая можно конечно и на больше но там проплачивается но посмотрим на будущее ну а четверг уже поговорим конкретно о какой-то теме так что если вопросы у меня еще есть давайте я буду уходить из эфира Владимир Егорович 1000 пардонов скажите маточное молочко для вот этой женщины 40 лет беременной надо чем-то дополнять пыльца перга еще что-нибудь спасибо да вообще-то дополнять и желательно я постоянно об этом говорю желательно чтобы запить протеиновым коктейлем маточное молочко почему потому что добавить маты пыльца с медом имеется ввиду пыльца с медом или лучше конечно если перга они дополняют маточное молочко очень хорошо по сохранности его биологической активности то есть чтобы биологическая активность маточного молочка максимально себя выдала для организма и как вот стабилизатор такого как старый как стартер или не знаю как еще сказать такое подобрать слово является вдогонку под и под языком подержали маточное молочко сублиновальный прием и затем запили через минут пять вот этим вот полстакана примерно один к одному пыльца и мед если конечно же нет аллергии на то и другое ну а для того чтобы проверить конечно нужно своя своя доза попробовать с небольшого постоянно рекомендую да спасибо напомнили есть такое скажите пожалуйста пропорции чайная ложка пыльцы к примеру и чайная ложка меда я это все грубо говоря заливаю стаканом теплой воды я правильно понял спасибо есть нюанс вы можете если пыльца сухая как правило продают пыльцу сухую ну в большинстве случаев пчеловоды заготавливают сухой проще хранить значит ее нужно размочить минимум два часа лучше если это делается на ночь на чайную ложку там один к одному чайная ложка пыльцы чайная ложка меда лучше конечно же это сделать перед сном где-то две трети стакана теплой воды и до утра пыльца должна раскиснуть там две оболочки внутри пыльцевого ядра то есть внутри пыльцевого зерна есть ядро там вся ценность именно в ядре пересыхают эти оболочки так что желудочные соки его не берут там целлоидная это прослойка не прослойка оболочка которая уже 300 градусов чтобы ее растворить ее не берут соки в этом желательно размочить последнее по эффективности информации и это применение этого рецептуры размачивать в кисломолочной среде или кефир или хотя бы сыворотка там дополнительно еще обогащается пыльца и как как перга так где-то слегка получается приближенная к перге проходит подвергается пыльца молочнокислому брожению за этот период добавляется мед и получается вот эта вот смесь никогда не разбавляйте пыльцу уже в растворенном меде не растворится плотность увеличится все пыльца не растворится даже если на ночь зальете первое растворяется в чистой воде только пыльца затем добавляется минут и запивается все очень просто главное чтобы не было аллергии не помешает ничуть большое спасибо очень ценно владимир его расскажите пожалуйста по срокам употребления 10 дней 21 я про пыльцу спасибо как вы планируете принимать маточное молочко вот так от принимаете все в комплексе имеется ввиду вы маточное молочко будете запивать вот этим дополнением этим протеиновым коктейлем вот сколько будете пить молочко столько но если молочко ограничено по приему будет у вас там где-то как решит человек два-три месяца то мед с пыльцой не помешает на протяжении всей беременности единственное чтобы не было противопоказаний аллергических владимир его речь извините что уточняю немножко непонятно закисломолочный продукт и как правильно вот смотрите последнее время часто проскакивает информация что маточная пыльца которая раскисает в молочнокислой среде либо кефир либо сыворотка в конечном итоге мы частично превращаем пыльцу уже искусственно добавляя молочнокислый продукт в пергу потому что в перге пыльцу когда пчела затомбовывают в ячейки там происходит молочнокислое брожение пыльца превращается в пергу это уже ферментированный продукт если пыльца еще не ферментированный продукт это сырье то пройдя молочнокислое брожение перга уже становится ферментированным продуктом максимально легко усваиваемая организмом вот поэтому если перга лучше конечно если это будет перга если перги нет а пыльца значит раз самые хуже если ну такой по качеству водой растворить чтоб раскисла пыльца добавить мед лучше будет если в молоке в сыворотке молочной или же в кефире даже тоже на ночь ставится и дал а какой-то процесс этот пройдет добавляется также жмет выпивается или перга качеству по степени улучшения той стороны увеличения эффективности пыльца эфире разведенная перга конечно самое лучшее ноты выбирать какая есть возможность и так по по применению спасибо больше владимир евро и напомните пожалуйста на на какой платформе можно будет посмотреть как войти в зум-конференцию я буду делать видеоролик небольшой видеообъявление фактически это будет выглядеть и внизу под этим на канале там где мои основные вот все видео эти высказывания канал творческое пчеловодство там периодически я помещаю ролики вот я завтра сделаю завтра послезавтра сделаю ролик и дам сразу электронную ссылку на как зайти на зум онлайн зум общения конференция конечно это конференция там правопыт ученые а у нас будет зум общение все увидите все узнаете продублирую фейсбуке еще и основное это объявление сейчас сказал ролики будет и фейсбуке то есть найдете где-то контакт по телефону зайдите спросите электронную сегодня они проблема спасибо большое время может получается будет видео общение да да будет видео общение я даже даже планирую и какое-то художество у меня были там присутствует доска короче я прошлом году правил шкупу по матчам и молочку летом и в конце это осенью была школа мастер-класс по технологии содержания там двухматочная изоляция как раз ну согласно времени года сейчас это нереально поэтому как выход из сложившейся ситуации с нашей этой короной злосчастый будем применяться вот таким способом обмениваться информации будет камера вы будете видеть все вы будете меня идите будете слышать буду видеть я вас будете задавать вопросы либо в живую либо в чате писать ну на сегодняшний день при сложившейся ситуации самый такой модный вид общения не было бы части так несчастье помогло возможно но проще вы мой вы свободу и раскованы не нищем ничем не связаны никуда не ехать не нужно никакие проблемы жильем вот пожалуйста рюмка чая будете созерцать выступление и от обменяться кто-то будет высказываться но если время у нас конечно будет ограничено первый раз это будет 40 минут там бесплатно дается зум хозяева кто его организовал дают 40 минут ежедневно бесплатно если не укладывается но вот когда конференции проводятся большие целый день вот присутствует конференция целый день там значит проплачивается определенная сумма раз в месяц тогда можно каждый 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 день и не ограничено по времени поэтому будем смотреть какой будет интерес к информации как будет принимать участие какая будет активность и и соответственно по времени пока ограничимся 40 минутами при подаче информации параллельно будет зелот как сейчас посмотрим будут ли и дружить между собой немного это будет чтобы вам малых и не надоел прежде временно что-то просто оставим или и будет на зуме какая-то тема прорабатываться при ограниченном времени а взяла бы ее уже детализировать уточнять по вопросам так что варианты есть и возможности обменом информации сегодня тоже есть им почему бы нам не использовать этот вариант так что следите за объявлением и во вторник попробуем 8 часов по всей видимости будет время потому что если есть молодежь они связаны с работой какой контингент какая география будет принимать участие посмотрим в общем все практически только метода проб и ошибок будем шлифовать свое общение так еще есть вопросы организационные владимир горы еще раз извиняюсь за техническую тупость так скажем это приложение надо сначать зум ну да вы не вы не думаете что я далеко ушел у меня будет начальник модератор наталья князева я кстати она организовывает а я у нее на квартире в примах поэтому будет руководить всем парадом моя дотя и как вопросы вот во вторник все будет она подсказывает как это все делается я уже спецы 3 не трижды 1 5 на часу в этих конференциях и только лишь с одной целью чтобы вот эти все нюансы именно организационные технические уловить и глифовать потому что там есть такие моменты то камеру забудет выключить это микрофон и ну бардак в общем конференции выключается закрыт закрывается так вот есть такие моменты поэтому все сидите к вам конкретно дадут ссылку на этот зум и пояснение как зайти ну конечно же зум и само по себе нужно быть и вне кино в этот ваш бук или где там или в телефон все ориентир делаем на вторник на 8 вечера примерно это так ориентировочно того чтобы попробовать как это будет выглядеть и насколько мы можем вписаться в эту в эту современную тему в этот вид общения зум так ну все да владимир григорьевич еще один вопрос уточнения вот сейчас в ходное время это будет скорее всего так ну как кабинетное общение или вы будете выставлять какие-то ролики там а рассказывать вот в топлое время будет ли это на природе возле улья или как это все будет от мы что мы будем видеть в топлое время в топлое время будем заниматься маточным молочком и качать мед это просто мысли вслух пока сейчас и мне время пока мы никуда не ходим никуда не ездим никаких конференций никаких лекций единственное как мы можем себя слышать а еще и видеть я бы вот вот так мы используем холодное время в таком режиме общение придет весеннее время значит будем смотреть насколько насколько актуально сама по себе по эффективности по качеству и восприятие информации и подачи информации ну будем смотреть принципе в роликах довольно много всего всего сказано акцент буду делать на двухматочное содержание двухматочное старт отводки и ну там все это выходящее из этой типы и профилактика сразу клеща и так далее все что связано с практическим эффектом использования двухматочного содержания и получения максимально сильных семей насколько можно и применением соответственно их пользует для дела в любом направлении дом маточном молочке пакет на пчеловодство неважно сильная семья она 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 везде нужна в любом направлении так ну давайте еще если есть уточняющие вопросы владимир игоревич а в записи реально будет потом эти конфиденции нас смотреть да планируется и в записи конечно потому что не все и вы видите география довольно таки обширная есть есть там где но разница в 10 часов конечно же все не смогут смотреть будет записи точно как и сделала я разбиваю точно так же будет и это зум за так понял вопрос исчерпан в таком случае всего доброго всем спокойной ночи всем до свидания модератор спасибо большое за связь у меня там была непонятка какая-то с интернетом но ничего и так всего доброго до свидания следите за объявлением и ссылкой на зум наше общение дальнейшем